приветствую вас дорогие братья и сестры рад видеть вас в доме божьем у нас сегодня гость сегодня уделиться словом свидетельством что бог положит на сердце и сегодня вообще знаете праздник верное воскресение это когда иисус входил в иерусалим перед ним ложили ветви одежду когда он на сленке въезжал и это сегодня этот день в следующий четверг это будет чистый четверг это когда перед его распятием и уже пасха да была принесена жертва за наши грехи за наши болезни поэтому это большие праздники очень большие и давайте сейчас просто встанем призовем имя господь иметь чтобы господь он руководил дух святой вел вел это служение чтобы слово божье оно как это семя сеяла в сердцах наших и приносила плод в свое время отец небесный господь и бог господи я благодарю тебя иисус за это прекрасное время господь за этот воскресный день господь господи мы сегодня в простоте в домашней обстановке господь мы пришли чтобы прославить твое время господь я прошу тебя господь послужи сегодня для нас господь вслух повиситель лот Joe сидеть достать из слух я прошу тебя благослови господи служителя господь богослови его слова его уста господ меньше слова которого говорить господь поискану господи всеется всвет cameras у спільн самлохий господи были в большой плодceral сегодня этот праздник господь когда Ты, Иисус Христос, две тысячи лет назад въезжал на осленки, Господь, в Иерусалим, Господь. Я прошу Тебя, Господь, благослови нас, Господь. Дай нам, Господи, это праздничное настроение, дай нам проникнуться, Господь, в историю, Господь, то, что Ты сделал для нас в эти дни, Господь. Я прошу Тебя, благослови, Господи, это служение. Господи, мы призываем Тебя, Ты будь Господином этого места, Отец и Дух Святой. Аминь. Давайте споем псалом. 77-й. 77-й. Главное троих. Стоя будем петь, да? Да, стоя. 77-й, да? Антошка, будем петь, подпевай. Давайте я придержал, чтобы строим. Христос меня простил, Ни дерьмом в дерьмом превратил, Следи скорбей, следи угроз, Там, в небо, где Христос со мной, Хвала Христу, Он спас меня, Простил грехи, открыл себя. На суше, в море, над землёй, Там в нероде Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, Просил грехи и открыл себя. На суше, в море, над землёй, Там в небо, где Христос со мной. Небесный мир мне был далёк, Меня Христос к себе приврёт. Когда вошёл Он жизнь мою, С тех пор о нём всегда пою. Хвала Христу, Он спас меня, Просил грехи и открыл себя. На суше, в море, над землёй, Там в небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, Просил грехи и открыл себя. На суше, в море, над землёй, Там в небо, где Христос со мной. Неважно, где я теперь живу, На высоте, в море, над землёй, Там в небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, Просил грехи и открыл себя. На суше, в море, над землёй, Там в небо, где Христос со мной. Аллилуйя. Сергей Юрьевич, вам слово. Спасибо. Вы ведите. Помолимся, братья, да? Конечно. Он ставит год в собрании. Да, то он, вся дышащая, хвалит Господа. Да, это интересно. Господи, слава Тебе, Боже, мы благодарим Тебя, хвалим великое имя Твое, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя за эту честь сегодня быть, Боже, с моими братьями и сёстрами, Боже, в этом собрании. Благодарю Тебя за всё, Господь, благоставляю имя Твое. Благостави нас. Ты как добрый отец, благой наш небесный отец. Ты собрал нас, как детей своих, сыновей, дочерей своих. Боже Всемогущий, Ты как птица своих птенцов, под крыльями своими, Боже, собрал нас сегодня. И прошу Тебя, благостави нас сегодня своим отцовским благоставением. Благостави нас, Господь сегодня, словом Своим, свидетельством Божьим. Пусть всё во славу Твою будет, Господь. Боже, и действительно, небо там, где Ты, Господь. Ты с нами, и Ты в нас, Господь, сущий Бог. Благостави, и сегодня здесь небо, Господь, здесь, на этой земле. Боже, здесь, в этом собрании. Потому что мы собрались во имя Твое. Во имя Иисуса Христа. С именем Иисуса на устав. С Иисусом в сердцах наших. И Господь, и Ты сказал, где двое или трое собранного имя Твое, там Ты посреди, и Господь сегодня Ты посреди нас. Во всей Своей полноте, Господь, всемогущий во всём Своем могуществе, благословенный Бог наш. Слава Тебе. Благослови народ свой миром, Божием всемогущим. Во имя Христа Иисуса. Аминь. 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 Присаживайтесь, братья, сёстры. Слава Богу. Да, приветствую всех именем Господнем. Слава Богу. И всех, еще не родившихся тоже приветствуем. Тоже, да, слава Богу. Прекрасно. И родившихся, и всех. И повзрослевших, и всех. Слава Господу нашему. Вот, и сегодня, да, вот, как уже было сказано, сегодня действительно миллионы-миллионы верующих, да, вспоминают события входа Господа в Иерусалим. Вервное на роде называется еще Вервное Воскресенье или Пальмовое. Но у нас Пальмов нет, а вот Вервное Верное. Что есть, то есть. Вервное. Вот, значит, и вход Господень в Иерусалим. А так, в общем-то, большинство христиан сегодня на планете Пасху празднуют, и большая часть церкви православных тоже празднуют в мире, если брать в целом, глобально. Но по старому стилю, вот, в бывшем союзе у нас, да, значит, то Пасха следующая, получается, да, воскресенье. Вот. Но наша Пасха, это не просто красный день календаря, это не просто дата в календаре, это сам Христос. Это сам Иисус Христос, Он есть наша Пасха, Он есть Спаситель наш, Он есть Господь наш. И поэтому, как еще в древности говорили отцы, многие там златоустые, он говорил, что для христианина, христианин каждый день для себя может праздник праздновать и отмечать. Каждый день. Почему? Потому что Иисус Христос, Он сказал, я с вами во все дни, говорит, до скончания века. Во все дни, Он с нами до скончания века. Поэтому для нас, действительно, наш праздник, это сам Господь, сам Господь Иисус Христос. И Он с нами, и Он среди нас сегодня, и Он благоставляющий народ свой миром. Аминь. Слава Богу. И сегодня тоже хочу прочесть тоже и Слово Божьего для всех вас. Слова утешения, слова любви. И вот здесь слова Ефесянам, 5 глава, 14 стих, написано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». Вот этот призыв. Вообще, в контексте и главы, и всего послания Павлова, это очень такое звучное и значное слово. Но вот хочу это слово сегодня как раз для вас. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». И знаете, друзья, первая часть, да, здесь «Встань, спящий», потом «Воскресни из мертвых». Но если к спящему, еще как-то более-менее понятно. Разбудить спящего, это как бы, это, ну, не чудо. Да, ну, будем так говорить. Это естественно. Это объяснимо естественно. То вот дальше оно совершенно естественно, необъяснимо. «Воскресни из мертвых». Мертвецу сколько ни говори, воскресни из мертвых. Он не слышит ничего. Он мертвый. Здесь явно говорится о чуде, которое Бог хочет совершить. «Воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». И Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И достигли познания истины. И я из этого рассуждаю так, что Бог хочет спящих пробудить, а мертвых воскресить. Мертвые души. Помните, вот, Гоголя, «Мертвые души». Вот. Нам это по-разному объясняли в школах, знаете ли, и порой совсем не так, как имел в виду автор. Сам Николай Васильевич, он в письмах друзьям раскрывает для нас сегодня, будем так говорить, настоящее послание свое. В чем был замысел его книги, по крайней мере. И что он, как художник, попытался высказать этой книгой. Потому что и во времена издания первого, еще при жизни, Гоголь слышал много, не только хороших отзывов, но и много всякой критики по поводу своего этого сочинения. Но друзьям своим, даже друзья не все его поддержали, даже друзья не все разделяли его вот это вот написание, правильность. Считали, что зря он столько грязи вынул. Он мог бы и много хорошего из глубинки поднять российской. Но он взял такие самые плохие, отвратительные примеры. Вот. Карикатурно их изобразил, притом так вот. И, в общем-то, высмеял, по сути, сатирически. И вот друзьям своим в письмах он объясняет свой замысел. И он написал, что душа без... Ну, я так вольно сейчас привожу текст этот, его писем. Выборку. Я сделал такую выборку из его писем и опубликовал ее. Вот там у себя тоже на странице. Получилось очень интересно. Отзывы там были очень такие тоже, очень интересные. Разные отзывы. И вот он писал, что душа без Евангелия, без Христа, это мертвая душа. И он писал своим друзьям, даже, кстати, одному из друзей написал такие слова. Закончил письмо такими словами. Но не будьте мертвыми душами, но живыми. И он тоже вот по этому тексту, по сути, воскресни из мертвых, призывать друга своего. И каким образом? Душа без Евангелия мертва, а оживается только Евангелие, мы только Христом. Только Иисусом Христом. То есть замысел был его показать мертвой души, которая, ну, вне Христа. Да, мы знаем, что Николай Васильевич, что он вторую часть писал, но она пропала, сгорела, будем договориться. Хотя говорят в рукописи, не горят. Но все-таки горят в рукописи. Вот, и, значит, пусть он не обижается, Николай Васильевич, но я решился однажды, еще в Киеве мы жили, тогда 97-98 год был, вот, значит, он решился написать, как бы, продолжение. И написал живые души, вот, по, как бы, по Гоголю, по дорожанию Гоголя. Только написал следующее, вот тот же самый Чичиков, только, который уже покаявшийся, приезжает уже новый Чичиков. Новый Чичиков приезжает уже с Евангелием, приезжает как миссионер. И история покаяния Коробочки, история покаяния Плюшкина, история покаяния Манилова. Вот, как бы, значит, я взял вот всех этих персонажей, как бы, и, как художник, я их покаял. Значит, каждую по-своему, конечно. Каждый по-своему из них каялся, но... И в конце написал я такое, как бы, такое, ну, уже послесловие. Что, значит, пусть это даже и сказочно, но и то, что Гоголь написал тогда, это тоже было, как бы, сказочно. Потому что, вот, столько гадости в одном месте собранном дворяне, правильно тогда тоже возмущались многие, что нельзя было найти столько много грязи в одном месте собранном. Но Гоголь писал, что он собрал специально умышленно всех персонажей, самых отвратительных, и карикатурно показал образ душ без Христа, без Евангелия. Друзья, только лишь Христос, действительно, Он есть воскрешающий из мертвых. Он есть пробуждающий спящих. Он есть новая жизнь. Только Христос. И ученики первые это очень сильно понимали, очень хорошо понимали. И они эту веру свою передали нам. Они эту веру свою. Они этой верой заразили всю Вселенную, в хорошем смысле слова. Они этой верой своей покорили вере, действительно, большую часть народов тогдашних, Римской империи. А вера какая? Что ни в коем другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Которым мы спасены, которым спасаемся. Это имя Иисуса Христа. И ученики, действительно, этой верой своей, они благовествовали эту веру, внесли. И они, действительно, во всем тогдашнем обществе совершили чудо Божье. Действительно, чудо Божье. И сегодня это чудо продолжается. Это чудо в нас продолжается. Это чудо в каждом из нас, каждым верующим продолжается. Чудо пробуждения спящих. Чудо воскресения мертвых. И действительно, на Пасху поется там песнопение. По-русски звучит оно так, что Христос воскрес из мертвых, Смерть ее смерть поправ, И всем мертвецам жизнь даровав, Или тем, кто во гробах, Всем мертвым жизнь подарил. Вот, действительно, это такое песнопение древнейшее. И вот, имеется в виду, что тем, кто были мертвецами раньше, Он дал жизнь, и дает жизнь мертвецам. Слава Богу. Я скажу, что, действительно, много чудес в жизни, Всяких происходит. Но самое большое чудо – это спасение. Самое большое чудо всех чудес – это спасение. Это духовное возрождение. И вот пробуждение спящих и воскрешение мертвых. Самое великое чудо. Бог открывает гробы, будем так говорить, проклятия, греха, Всего-всего-всего. И действительно пробуждает нас. Не просто даже сна, Воскрешает нас из мертвых. Помните, как Лазаря, он воскресил-то друга своего. Сказали, он сказал, Лазарь спит. Ну, раз уснул, значит, хорошо уже. Значит, уже на поправку пошел. Нет. Лазарь не просто уснул, он уже смердит, он уже умер, он разлагается. Вот в чем дело. Сном смертным уснул он. Но Господь совершил чудо, воскресил друга своего Лазаря, Чтобы показать, что Он есть воскресение и жизнь наша. Что Он, Сам Христос, есть воскресение и наша жизнь. Так что, друзья, действительно, это так. Так, действительно, только Христос, есть воскресение и жизнь наша. Можно перефразировать так, что мы говорим жизнь, подразумеваем Иисус Христос. Мы говорим воскресение, подразумеваем Иисус Христос. И наоборот, соответственно. Так что мы говорим воскресение или жизнь, мы подразумеваем это Сам Иисус Христос. Слава Богу. Да, вот братья перед служением еще напомнили как раз о том, как свидетельствовал я и в Питере, и в Сакраменто тоже свидетельствовал. Много где свидетельствовал об этом, о чуде воскресения из мертвых, воскрешения мальчика, подростка, школьника на мотоцикле, которого сбил. И да, это был первый в моей жизни опыт воскрешения умершего человека. Я до того никогда, до 2003 года никогда в жизни не молился за умершего, ну я молился много когда-то за умерших, но за упокой души как бы. А за воскрешение из мертвых только вот в первый раз молился, ну да, за упокой молился я много, в прежнем моем как бы христианстве православном, вот до 96 года это было. Вот я преуспевал в этом, как бы думаю даже очень преуспевал тогда. Но с 96 года я уже зарекся молиться только за живых молиться. И на основании Слова Божьего я понял, что действительно нужно практиковать именно вот это. А за умерших есть, я так рассудил из Писаний, только лишь одна молитва. Это молитва уже за умершего человека, если последнее, что у нас остается, это молиться за его воскрешение. Вот, значит, да, если в этом есть позыв и от Бога, и необходимость как бы есть определенная, я так рассуждаю. Вот, значит, и вот, но самому не доводилось мне молиться за воскрешение только вот в 2003 году первый раз это молился. Опять-таки, но это было совершенно не подготовлено никак, это просто было ДТП, вот, и там уже вот труп, вот я, вот, его, как говорится, транспортное средство, мое транспортное средство. И вопил к Богу, и вот Бог был милостив к этому мальчику тогда в тот день, и ко мне был милостив, и вот Бог воскресил этого мальчика. Вот, и, а потом очень быстро исцелился он, очень быстро. Раны были несовместимы с жизнью, когда скорая помощь забрала его, то, значит, врач сказал, что он, ну, не довезем его даже до больницы. Вот, у него сзади была голова, знаете, как переспел арбуз трескается, значит, и там мозги были видны, вот. Но, значит, но за 10-15 минут, что везли его с этого места ДТП, возле крыльевца это было все, значит, до, да, за тех 10-15 минут он полностью исцелился. То есть, кости срослись, кожа срослась, все срослось, как будто не ломалось никогда. Поэтому врач, следователь, сказал в моем присутствии, потом уже, позже, там, что это чертовщина какая-то, да, ну, по его мнению, это было чертовщиной. Вот, значит, хотя ни один черт не заинтересован в том, чтобы вот мертвый воскресал и, значит, чтобы больной исцелялся. Вы знаете, левор приходит только лишь для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот это его почерк. А жизнь и жизнь с избытком это почерк уже Господа Бога Всемогущего. Ну, тот врач был атеистом, он был неверующим, вот, поэтому он так рассуждал. Но дальше, значит, да, вот, я в тот день, конечно, узнавал много всего, конечно, удивительного. Вот, оказывается, не только его все новые переломы все срослись, как будто не ломались вообще. Вот, но даже след от старого перелома исчез бесследно. Как будто у него кости вообще никогда не ломались. Вот, а хирург, поэтому, был тоже в таком недоумении. Кстати, хирург, он уже ушел в вечность, не так давно, значит, и я был там в Королевце, проповедовал в одной из церквей евангельских. И был медперсонал, пришли с больницы, люди вот, благодарили меня за новую реанимационную машину. Вот, а почему? Потому что я как раз там в Штатах, значит, на телешоу одном рассказал эту историю и рассказал всю правду. И благословил тех, кто там разворовал медицину всю. Вот, значит, и представьте, пробудил совесть у одного из депутатов тамошнего, значит, там, да, тамошнего, и выделили деньги, и выделили машину реанимационную. Вот, значит, и они мне показывали ее, что даже в Киеве таких машин мало. То есть вообще таких там, со всеми наворотами, что называется вообще. Вот так вот. Они с нее пылинки сдувают, с этой машины. Вот, значит, вот так что это. Вот, то есть при желании все могут найти, все могут выделить. Вот, а тогда позорище было такое, что машина приехала, скорая помощь, ну, это опять-таки. Написано было, скорая медицинская помощь, да, швидка, медицинская допомога. Но все три слова ложь. Потому что она и не швидка была совершенно, это буханка, знаете, УАЗик. Вот, как каракатица ехала. Во-вторых, она была, значит, и медицинская, и не помощь вообще. Из медикаментов одни носилки были. Вот, вот реально. Одни носилки. Катафалка. Да, это скорее, да, труповозка, скорее даже, по-нашему, да, по-народному просто. Вот, значит, и, ну, понимаете ли, Господь, Он может воскрешать, исцелять и в навороченных реанимационных машинах. И может исцелять и воскрешать даже в этих вот труповозках, катафалках. Понимаете ли? И, значит, пока везли его в Королевец, вот за 10-15 минут он был полностью исцелен. И, значит, полностью был обновлен, по сути, напросто. Вот, и хирург этот, который отличался там крайними атеистическими взглядами, так мягко говоря, вот, значит, в районе в том, ну, в райцентре в этом Королевце его знали хорошо. И мне эти медицинские работники сказали, что наш хирург умер бы уже, уже умер бы. Но, к сожалению, так и умер атеистом. Но я сказал им, не спешите судить, знаете ли, мы не знаем последние его минуты жизни, секунды, как он обращался или не обращался к Богу. По крайней мере, для него, вот тогда, в 2003-м, было свидетельство точно. Потому что, пока мальчика разделили догола, значит, он был в недоумении, хирург этот. Потому что одежда показывала, что на нем должны быть повреждения с ДТП на теле. Он не видел вскрытого черепа, это видел врача скорой помощи. Он лишь со слов врача скорой помощи мог судить об этом вообще. Вот, но кровь смыли ему, когда, на самом деле, кровь мальчика проверяли, неча-то кровь, это его кровь была. Но когда смыли кровь, не нашли ни царапинки, ничегошеньки, ни шишечки, ничего. То есть бесшовно срастание было полностью, и кости, значит, и, значит, на снимках не было тоже никаких следов полома. Значит, бесшовно срослось, и кожа срослась бесшовно. А кровь его, мальчика кровь, ничья-то, это ничья-то кровь, он вымызлся там. Вот, значит, и... Но когда его разделили до гола, вот здесь хирург был уже, конечно, в недоумении, мягко так говоря. Потому что, ну, с его слов, как будто бы мальчика переодели по дороге в чужую одежду. Но это была его одежда, его личная одежда. А под одеждой хоть бы что, одежда была со следами повреждения должны быть на теле. А на теле хоть бы что, хоть бы синячок, хоть бы какая-то гематома, что там, ничего, все, все чисто, как будто не ломалось. Вот, но дальше хирург был в еще большем шоке. Почему? Потому что пока с мальчиком этим еще, они еще и беседовали, не только его тело проверяли, но его им, как бы, проверяли мозги. Мало ли, ну, все-таки ударился. Вот, значит, и очень серьезно, мотоцикл его не подлежал восстановлению. Значит, и пока разговаривали, хирург, мальчик этого узнает, и мальчик все подтверждает. Да, это я, я лежал у вас в хирургии, все прочее. И, значит, и, значит, но куда делся след отстава перелома, неизвестно до сих пор, короче. Делали снимки, и снимки это показали. Потом были другие врачи, с тем я уже не знакомился, кто это были, не знаю. Значит, они делали уже повторные снимки, уже поздно вечером. Но повторные снимки все полностью подтвердили. Весь, как бы, для врача ужас происходящего, но для верующих слава Божью происходящего. Действительно, это сверхъестественное событие произошло. Вот, я сам был, знаете, в недоумении таком. Я сам, как тот еврей, который говорил Иисусу однажды, верю, Господи, помоги моему, не верю. Знаете, вот, я верующий, но не настолько, что так вот покойники так ходили, воскресали и так быстро исцелялись. Не, я видел многие чудеса. Я сам воскрес в свое время из мертвых, еще подростком, в 13 лет. Мой первый опыт был с Богом. Я умер тогда от двусторонней пневмонии. Вот, и вернулся в тело, значит. Я знаю, что такое умирать, я знаю, что такое приходить снова в тело, быть исцеленным. Вот, и много других чудес видел в жизни. Но, понимаете ли, одно дело самому воскреснуть, другое дело воскрешать кого-то еще. Это совершенно другой опыт. Вообще другой опыт. Совершенно. И, понимаете ли, и я сам к Богу, у меня был вопрос, значит, что здесь происходит вообще? Что это такое? Ну, в тот же день, уже поздно вечером, я услышал голос. Знаете, я не псих, я не слышу голосов. Но в тот день я слышал голос реально. Вот, поэтому, может быть, чуть-чуть псих даже, я не знаю. Но реально, я вот слышал голос, раз в жизни это было у меня. Никогда раньше, ни до того, ни после того не слышал ничего подобного. Это было громким голосом. Он спрашивал меня одно и то же. Три раза. Он спрашивал меня, ты это видел? Но я не мог ничего ему сказать абсолютно. Вот, к сожалению, так. А потом этот же голос сказал мне следующее, так же громко. Вот так будет и с церковью. И все. Понимаете ли? Он мне вопросами на вопросы все мои отвечал. Вот, а потом раскрыл все карты. Вот так будет и с церковью. То есть, то, что тогда я увидел на дороге, это происшествие, это... Ну, для меня с того времени уже 15 лет исполняется. Как раз перед вербным воскресением, вот вчерашняя суббота, в традиции православной, называется Лазарева суббота. Воскрешение Лазаря, вспоминается. Вот, значит, воскрешение Лазаря, значит. И она в православной традиции чем еще известно, что икорочку едят. Красную или черную. Ну, вчера мы не поели икорочки. Но Лазаря вспомнили, добрым словом. Вот, значит. Он хотя бы баклажаны, хотя бы, ладно, да, можно. Но без рыбы и рак рыбы, говорят, да. Ну, значит, ну, знаете, что интересно, значит. Это все события было вот 15 лет назад, ровно получается. Перед Лазаревой субботой, в пятницу. Накануне Лазаревой субботы. Вот, и когда я ехал обратно, значит, уже потемну, то мысль моя была такая, непрекращающаяся, постоянно, да, даже мысль, что я есим воскресенье. Воскресенье и жизнь. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Вот об этом я думал. Ни о чем другом не мог подумать. И вот с того времени, уже 15 лет, вот это слово, это из Евангелия Теана, 11.25. Оно для меня моей Рэмой является, этим словом я живу. 11.25, Евангелия Теана, можете тоже себе отметить. Я просто люблю очень это местописание, оно как бы продолжает как раз. Вот сегодняшнее вот эти вот. Евангелия Теана, 11.25. Это слова Иисуса. И Он в этих словах своих раскрывает два имени. Я есмь воскресенье и жизнь. И жизнь. Воскресенье и жизнь. Слава Богу. Как раз 11 глава Иоанна, чем она впечатляет, она как раз именно о вчерашних воспоминаемых событиях. О воскрешении праведного Лазаря. Друга. Кстати, обратили внимание, что Иисус воскресил в четвертый день Лазаря. Он как будто бы спешил, но не торопясь. Он как будто бы его ожидал. Почему он ожидал в четвертый день? Потому что он и до того воскрешал мертвых, да? Но он сказал ведь, что дела, которые я делаю, вы будете делать, еще больше будете делать. То есть он нам это доверил. Но самое интересное, в этот момент, воскрешал, сегодня утром смотрел как раз из фильма Иисус, как он воскресил сына вдовы на Ине. Вот, очень, очень, кинематограф снял так, все очень так вот душевно, так вот, зрелищно, так вот, убедительно, со слезами, как бы, даже сказать, может быть, верю. Вот, оно было, вот, примерно так было. Но, знаете ли, все равно, как бы хорошо кинематограф не работал, чудеса Иисуса, они действительно, они даже сквозь вот тысячелетия, они просто говорят к нам через слова Писания. Но, почему у Лазаря он ждал четвертый день, пока уже все сроки прошли уже, потому что в иудаизме тогдашнем, да и сейчасшнем, лишь в первых три дня допускали возможность воскрешения мертвого человека. После трех дней, все, считали, уже поезд ушел, все, душа уже поднялась уже к Создателю, и если и возможно воскрешение, то только лишь в последний день. Как верили Марф и Мария, и все окружающие тогда Лазаря, верили, что теперь уже все, теперь уже поезд ушел, для воскрешения сроки все вышли уже, три дня прошло, уже четвертый день, поэтому уже все. Он воскреснет, мы верим, да, они говорили, сестры его, но уже в последний день воскреснет, всеобщего воскресения. И в символе веры мы тоже 2000 лет исповедуем, чаем воскресения мертвых, ожидаем воскресения мертвых и жизни будущего века. И христиане в это мы верим, друзья, разные конфессии, динаминации. Но Иисус и Марф, и Мария, и всем собравшимся тогда, товарищам, кто был там, значит, в Лазаре, друзьям его, односельчанам, он всем сказал, что не просто тогда, потом воскреснет, а он сказал, я есим воскресений и жизни, я есим, я есим. Это потрясающее исповедание. И слушайте, и он воскресил в четвертый день, уже со следами разложения на лицо, была вонь, смердела тела. И он воскресил друга своего, тем самым он продемонстрировал божественность уже свою. Не просто, допустим, что вот как мы воскрешаем до мертвых, да, тоже, если воскрешаем, то, хотя Бог это всем нам поручил. То есть это не то, что ряса делает меня специалистом по воскресению, допустим, воскрешению, или исцелению, или освобождению. Вот это не снаружности, это нас делает чем-то или кем-то, а изнутри. Изнутри, кто Духа Христова не имеет, тот не его. Какие бы он там рясы, визы не одевал, или костюмы дорогие, дорогие. Вот поэтому Духа Христова важно иметь, Божьего, Святого Духа. Вот, значит, и быть Вадимом Божьим Духом. И, я так понял, не бояться делать вот дела Божьи. И все, тогда уже, а Бог уже чудесами и знамениями последующими, Он сопровождает проповедь Слова Своего. Вот, потому что после той истории третьего года, знаете ли, я молился за воскрешение разных умерших. Вот, были опыты, к сожалению, были опыты неудачные. То есть, и при том, самое обидное для меня было, знаете ли, самое больное, что это были как раз самые дорогие мне люди, за кого я молился. Но, потом уже задним числом, рассуждая, я понимал, что это больше я молился. Не то, что больше, это я молился. Дух не молился. Вот, но это были дорогие мне люди, которых я не хотел отпускать. Вот, я хотел, чтобы они еще жили. Вот, это и родители мои, вот, я хоронил своих родителей, брата своего родного хоронил. Что такое младшего брата хоронить, знаете, что такое страшно. Я до последнего, пока вот уже землю не засыпали, я до последнего ждал, что он воскреснет. Вот, и не было воскрешения. Вот, значит, и опять-таки, друга своего хоронил, значит, один из наших священников, мой первый помощник в Киеве, скончался. Вот, молодой человек, ему 40 лет, ну, трудится, трудится еще ему. И я понимал, что не его время, и с нашими священниками другими мы так вот списались, и у других тоже такое же понимание, что это не его время. Он должен воскреснуть, молились, все, и не было. Хотя, казалось бы, ну, в этом был Бог в этих молитвах, но потом с задним числом я понимал, что это было больше, были больше наши подвиги. Хотя, я не знаю, как, может быть, через наши подвиги тоже Бог воскресит кого, я не знаю. Но были другие случаи воскрешения, когда, значит, то еще более страшное, еще более зрелищное, в сравнении с тем, что было в третьем году. Когда девочка упала, там, 13-й этаж на порожке, значит, и спиной упала, значит, и у нее, у нее не просто там трещина, у нее все вывылилось оттуда, мозги там собирали с асфальта, будем так говорить, значит. И, значит, и у нее позвонки все были разбиты, ребра наружу, то есть, ну, как бы, она была, будем так говорить, ну, упала с трансфутажа спиной вниз, значит, она сидела, села на подоконник, значит, на окно, проявила непослушание, мама потом к нам приходила. А мы снимали квартиру, получается, мы на каком, на шестом или на седьмом, даже не помню уже, слушайте. Ну, там удачный лес, такой, прям возле метро, дом такой, и дом, он такими башнями, вышками такими, новострой. Современные квартиры, вот, значит, современная планировка. И вот девочка проявила непослушание, мама говорила ей, значит, а там озеро из окна, вид на миллион долларов, вот, значит, один вид там, что стоит вообще. Значит, и, значит, она сидела, вот, окно на распашку, и, значит, мама говорила, ну, слезь с окна, не сиди на окне. Она с учебниками сидела, с седратками, и сидела, и как сидела, раскачалась, видимо, баланс, ну, я не знаю, короче, она свалилась, она сама не помнит, как упала даже. Потом спрашивали, она не помнит, как упала. Вот, значит, ну, может быть, стресс, просто блокировка вот этого воспоминания была, я не знаю, как объяснить ее, отсутствие воспоминаний, ее падения. Но она упала прямо на эти порожки, значит, вот, подъезда, и ее раздрогнули, ну, вся. Вот, во-первых, Бог ее воскресил, прям там, начали, первые же секунды, жена вначале скрикнула, она испугалась, она думала, что мусор сверху сбросили, ну, первая у нее была ассоциация, а там как раз наверху над нами там какие-то, ну, соседи непонятные появились, они там все ремонтировали, и бывало, что сверху сбрасывали какие-то вещи, там, в общем, ну, додуматься надо. Значит, и думала, наверное, опять мусор, мешок сбросили, первая мысль была, а потом, когда выгнала, там, а снизу уже кричат уже люди уже, там как раз женщины были, и эта девочка прямо на порожках, жуть. Вот, и с первой же секунды просто вопили к Богу. Приехали эти медицинские работники, приехали быстро, конечно, там. Вот, одним словом, они собирали, что можно было собрать, значит, ну, Бог воскресил девочку, во-первых, воскресил, во-вторых, через месяц она ходила в школу уже. Вот, и врач сказал следующее слово, профессор, правда, она ходила еще с этой штукой, там, и гипс у нее был, там, еще, но это все, это было еще ерунда. Врач, профессор, маме сказал, а мама уже нам передала информацию, что врач сказал, что, хотя я, говорит, атеист, но это точно Бог совершил, потому что мы, говорит, сделали много операций разных, но ни одна из них не повлела на то, что произошло, что все кости срослись, позвонки восстановились, значит, кожа, ну, кожа, правда, еще следы были, значит, не до конца заросло все у нее. Но кости срослись, швы остались, значит, но все срослось, вот, значит, и она снова ходила в школу, все нормально было. И врач сказал, ну, вам нужно точно идти в храм, свечку поставить, потому что точно Бог это, потому что, ну, это необъяснимо, медицинское это необъяснимо, что с ней произошло. Другой был случай воскрешения, там тоже такой вообще, там, ну, с десятого же случая было уже воскрешение после 2003 года, но, как бы, некоторые, я не знаю, это было ли воскрешение, либо это было предсмертное состояние возвращения, но несколько было конкретных воскрешений, когда уже констатировалась смерть, значит, и когда человек уже после этого воскрешался из мертвых. Вот, и потом начались другие воскрешения нашей церкви тоже, я учил об этом, рассказывал в церкви, и начали, ну, братья наши тоже стали воскрешать мертвых, стали, значит, практиковать подобное. И я понял, что дело просто в отсутствии инициативы, как бы, информированности. А Бог сказал этого мертвых воскрешать, больных исцелять, значит, то есть для Бога нет разницы, это рак ли исцелить, значит, там, значит, или проказу, или что еще. Вот, сегодня отца Виктора вспоминали мы, из Черкасской области, вот, значит, он там трудится в селах, там бабушку, привезли бабушку в село со страшной болезнью. Я вообще не знал, что сейчас можно в селе, в Черкасской области, значит, заразиться такой болезнью. Проказа, лепра, лепра. Бабушке уже там уже под 80, уже, значит, и у нее, думали, это чесотка, что-то еще, думали, лечили всякими мазями, значит, а потом, значит, там, в Черкассовых анализы сдали, значит, в Киев отправили анализ, и там, и там подтвердили, это лепра. Надо ее, значит, увозить в это специальное место, где вот прокаженные живут. Представляете, у бабушки развилась такая, вообще появилась страшная болезнь. Вот, но почему-то ее привезли в село, правда, обезопасили, чтобы, значит, чтобы никто не... Она там, ну, там, возле нее там дворов нету, жилых, по крайней мере, к ней никто не заходил. Значит, только максимально к порогу кто-то подходил, значит, там, передавали ей там какую-то еду, и все. И, представляете, значит, значит, и Виктор рассказывает, а мы в этом селе, как раз, там, Пассивка, Смельчинцы, там, другие села соседние, они стали проповедовать по селам, ходить по дворам, молиться за людей, исцелять, там, коров, кур, там, то есть, Бог совершал чудеса и в жизни птиц и, там, и животных. Вот, а через это и селяне сами заинтересовались. Как же так, вот, значит, там, корову, допустим, уже все, уже надо ей резать, сказал этот врач. Вышел и говорит, что все, остаются считанные, там, минуты, часы, может, жизни этой коровы, все. Вот, значит, а бабушка плачет, не хочет корову под нож, значит, там, значит, одна с этой коровы живет только все, значит, и как раз здесь, а давайте молиться, батюшку, какой молиться, надо под нож тут же, давайте быстрее завезем, иначе будет поздно, околеет сейчас уже. Вот, значит, и стал молиться за эту корову, и корова жила, корова жила, и, там, потом уже через, через два года снова был у них, там, как корова, жива, здорова, значит, молоко дает, все, значит, там, все, хотя болезнь была неизлечимая уже. Вот так, вот так, вот так, что Бог исцеляет. У нас одна группа началась в Киеве, с, по сути, воскрешение кошки, то есть, ну, когда она почти умерла, вот, от ветеринара привезли ее, ведь ветеринар лишь одно мог, сказать, усыплять, только все, вот, значит, и она уже забивалась куда-то там в стороночку, чтобы, значит, ну, хотела уползти куда-то, помирать, ну, корова, ой, корова, уже, кошка. Кошка была уже старая уже, вот, с бабушкой жила, а у этой бабушки мы домашнюю группу как раз начинали, и вот, представьте, первый вечер домашняя группа должна начаться, первая, там, и вот, ну, бабушка вся в слезах, значит, там, а я приехал пораньше, часа за два, наверное, пораньше, чтобы с бабушкой поговорить, там, я же не знал про эту кошку, у них всю эту историю, вот, и вот она говорит, она, бабушка плачет, племянница, вот, возила кошку, и врач сказал, что все, уже, там, у нее, там, эти болезни, там, оказывается, у них тоже рак бывает, представляете, значит, я же не знал, вот, значит, и ее кошка уже все, уже, метастазах уже, и она сама мучается, могу только лишь одно, только уколоть ее, чтобы она не мучилась сама, она уже и старая, и плюс еще и больная все еще, вот, в чем дело, и списывать ей только надо, и все, и представляете, а бабушка ни в какую, плачет, и все, нет, пусть она у меня даже, помрет, то у меня помрет, и молились за эту кошечку, так она после этого еще лет пять, даже больше, лет семь жила после этого еще, лет семь, почему, потому что, да, она пережила всех других кошек, наверное, своих современниц этих, потому что, значит, мы в 2004 году выехали из Киева, получается, вернулись в Россию, вот, она еще жила, я приезжал еще пару лет, она еще была живая, то есть, эта кошка, то есть, и каждый раз на собрание она выходила посреди, и когда молились, и молилась вместе с нами, получается, по-своему, как-то покошачьи, вот так вот, так что, вот, и, знаете, все это, что я рассказывал, я вам скажу, что Господь наш, Он действительно в этом мире, да, казалось бы, отпадшем мире, казалось бы, мир, ну, будем так говорить, во грехах, да, и во тьме, но Бог зажигает свой свет, Бог совершает чудеса в этом мире, вот, значит, и, вот, ну, про то тоже, проводить все расскажу, тоже был случай такой потрясающий, я ехал в поезде, значит, там, и, значит, и, ну, рясу я повесил, значит, там, значит, там, просто, в гражданке, там, общаясь с людьми, ну, в вагоне знаю, что батюшка едет еще, значит, и потом, значит, так получилось, что там померла эта проводница, короче, этого же вагона, вот, вызывали медицинского работника, врача вызвали, значит, там, оказался в поезде врач, вот, там все сбежали с других вагонов эти вот проводницы, начальный поезд у нас там был, вот, значит, и врач уже констатировал смерть, выходя уже из этого купола проводников, и при мне давали отбой реанимационной машине, который вызвали предварительно на станцию, вот, которая должна была быть, вот, и вызывали труповозку, вот, и, представляете, а меня пригласили туда, вот, ну, от всех пассажиров, двери закрыли, чтобы, ну, как бы не пугать пассажиров, вот, значит, вот в этот кубрик, где проводники все эти, да, собираются, вот там оно было полно народу, там с разных вагонов пришли эти женщины, эти проводницы, и все заплаканные, зареванные, вот, значит, и вот выходит, вот, этот врач как раз вот он говорит, что все, вызывайте труповозку, значит, там, значит, на станцию звоните, отбой реанимационной машине давайте, значит, и вот начальник поезда звонит при мне, значит, там, а я оказался в такой ситуации, вот меня пригласили, значит, а что, они пригласили женщины, эти плачущие, вот эти две эти вот проводницы тоже, вы же батюшка, вы священник, говорю, да, говорю, значит, а что такое, а вот можете помолиться, у нас помирает сейчас женщина помирает, давайте помолюсь, конечно, но они думали, что это отходная молитва будет, вот в чем дело, они по-своему это поняли, как оказалось, а я предложил не отходную молитву читать, а молиться за ее воскрешение, врач, конечно, меня посмотрел так, как на идиота просто, наверное, думал, что это как бы псих, он специалист, он врач, понимаете, он учился, пожилой человек, солидный такой, знаете ли, и значит, он получается, и я молодой человек, священник, да, значит, для него, значит, я, значит, ему в дети гожусь, и я, значит, получается, не соглашаюсь с его заключением, как бы, да, с тем, что он сказал вообще, вот это да, он на меня смотрит, как на психа, тем более предлагаю ей молиться за воскрешение, вот, это, конечно, а женщины плачут эти, вот, слава богу, начальный поезда не против был, вот, значит, он, в общем, видимо, был в шоке просто сам, вот, значит, а, значит, а эти вот женщины, эти вот плачущие, вот эти вот, как, они говорят мне там, ну, плачут и говорят, а мы не можем, мы не можем молиться, я говорю, можете молиться, можете, знаете, я убедился, что молитва атеиста очень сильная молитва, вот, очень сильная молитва, вот, молитва неверующая, далекая от религии, казалось бы, которая не, понимаете ли, И я пробовал разные случаи молиться за исцеление больных, допустим, воскрешение мёртвых. Я понял, чем меньше людей религиозных вокруг будет, тем лучше, проще. И чем больше неверующих, тем проще. Потому что неверующие лучше молятся как-то. Они как-то не сильно засорённые, понимаете ли, вот, значит, всякими религиозными этим предрассудками. Вот, значит, понимаете ли, вот они просто воспринимают как данность, и всё, как данность. Вот, и мне это проще, я вижу, что... И вот эти женщины молились за свою подругу, свою, ну, коллегу и подругу свою, молились за воскрешение мёртвой. Они повторяли слова, которые я говорил, повторяйте слова, молились покаянием, они сами каялись. И своими словами каялись, уже слышу, уже там уже одна женщина, уже там, потом, когда воскресла, она пачку сигарет, так вот скомкала, бросила сама. Я же полслову даже не говорил, она сама это решила. Другая что-то каяться, там, не хочет больше не блудить, значит, не пьянствовать, значит, там, что-то ещё. Опять-таки, я же ей полслову даже не говорил, вот, значит, она сама это решила, она сама это... Притом, при всех это говорит, вообще, думаю, вот, значит, как бы, то есть, я бы не надумался так вот, значит, говорить такие вещи при всех. А она, вот так вот, чистый лист. Значит, и дальше, одним словом, женщина воскресла-то, вот, она была такая вся, чёрно-зелёная, такая страшная, глаза такие туда ушли у неё, отравление было у неё. Значит, и глаза ушли туда, значит, куда-то вверх. Значит, и когда молились, первое, что, у неё глаза ушли, обратно стали возвращаться, она стала нормальной уже, постепенно, постепенно превращалась в нормальную. Врач просто был в недоумении, он стоял сзади меня, значит, и просто снимая сцены. Потом, когда обернулся, он просто стал, как будто бы, ну, как вот, шкаф стоит какой-то, или что-то, как будто неживый предмет стоял, вот так вот, в таком был состоянии. Значит, и этот начальник поезда, он в таком возбуждении, он видит, что, значит, воскресла, ожила, женщина-то, ожила. И, значит, он снова звонит на станцию, а там громкая связь, это, значит, он отбой труповозки, говорит, короче, вызывайте снова реанимационную машину, значит, а там я слышу, там голос слышно, говорит, да что у вас там происходит вообще, значит, там, то, значит, одно, то другое, то, короче, чудо. Ну, ладно. Одним словом, пока, и продолжаем молиться дальше, и покаянием, и слова, и, значит, не знаю, Бог дает слова, я понял, Бог дает слова, когда нужно, дает правильные слова. И эти женщины повторяют молитву, значит, и сама эта воскресшая тоже, она повторяет что-то там, пытается что-то изобразить словами, там, не знаю, повторить за нами что-то, вот. Вот. Одним словом, когда уже к станции подъезжаем, она уже была в таком хорошем состоянии, что даже она могла и говорить уже, и все, значит, и уже, на человека было похоже уже, вот, значит, и дали отбой вообще машине. И начальник поезда говорит, ты лежи себе, лежи себе, и, значит, короче, она сказала, что доедем до станции последней, конечной, где как раз она и живет, в общем-то. Вот, и уже к себе в больницу обратимся уже, все. А еще через две станции, я ехал не до конца с ними, получается, но еще две станции с ними ехал, через две станции, вот мне уже скоро выходить уже, она чай разносит. Розовенькая, красивая такая, ходит уже не страшная, как была такая, зеленая, черная. Значит, разносит чай, значит, там, и, хотя ей говорили лежать и не вставать, чтобы, значит, все, начальник поездил, можешь не работать, лежать просто, все, за тебя другая женщина поработает, сменщится. Вот, а нет, она сама ходит, значит, и чай разносит. Вот это да. Вот, и, понимаете ли, я знаю, что Господь наш, Он действительно чайотворец. И сегодня, вот, для меня не просто Христос воскрес, это приветствие, знаете, вот, такое пасхальное, да, переживание, а это действительно, это факт. Это факт, это действительно, это истина, это правда. Вот, и каждый покаявшийся грешник, вот, говорю, каждый исцеленный, больной, воскрешенный, мертвый, очищенный, прокаженный, как вот, про тут бабушка, я же не рассказала, она же очистилась от проказа. Вот, значит, Виктор, когда зашел наш, этот священник рассказывает потом, ну, он был не один там с братьями, но братья, они не решились зайти в сам дом, как бы, потому что, ну, объявили, что это проказа, это же не шутка. Лепра, значит, значит, и, значит, и, но он имел побуждение войти в сам дом к этой же, к этой бабушке, вот, значит, и не просто на пороге постоял, а прошел прямо к самой бабушке. А дальше братья только со стороны видели только, а он, значит, рассказывает, у меня было пожелание прямо именно на саму эту проказу, на саму эту руку, нога страшная была, значит, на нее положить руку, молиться. Одним словом не знаю, я не знаю, решился бы или не решился. Да он сам потом говорит, я бы сам не решился в нормальных, не экстремальных условиях. Но там решился вот именно на такое положить руку и молился за нее, за эту ногу, за эту бабушку молился. К утру нога была как новая, даже лучше, чем новая. То есть у нее вся была кожа уже морщинистая, старческая кожа. А на этом месте, где была проказа раньше, была чистая, гладенькая, как детская кожа. Только лишь с маленькими рубчиками, которые у нее остались. Насколько я понимаю, я в этот раз не смог у них быть, к сожалению, в Звенигородке. Но со слов Виктора, я его видел только по телефону с ним общался, не видел я его в этот раз в этой поездке. Но с его слов, она до сих пор жива, здорова бабушка, все цветет и пахнет. А делали анализы, возили снова ее в Черкассы, брали анализы, перепроверяли в Киеве, снова перепроверяли медицинские. Лепры нету, все. Кожа чистая, проказа нету, все. Нога как новая, даже еще лучше, чем новая даже. Вот так вот. И, понимаете, и другие случаи тоже. В принципе, сейчас если все рассказывать, даже там написано, что из служения Иисуса, если все писать, весь мир не мысли бы этих книг на самом деле. Здесь самые характерные сейчас рассказал, такие самые основные, рассказал случаи. И я понимаю, что Бог, Он действительно, для меня это еще подтверждение того, что Он на нас, как говорится, в плохом смысле крест не поставил. Вот, на нас, на людях. А больше того, мы знаем, что Он возлюбил мир и отдал самого себя, свою жизнь, свою кровушку за нас. Возлюбив мир и отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог к нам свою любовь доказал тем, что Он действительно совершил это все. Поэтому есть для всех нас надежда, есть для всех нас спасение, для всех нас исцеление, освобождение. Я, опять-таки, порой сам не знаю, как, что, но я понял из практики служения своего, да, что порой иногда нужно меньше думать, больше действовать. Потому что от того, что там я так думаю, как это может быть вообще, как оно произойдет, от этого ничего не изменится. Вот, значит, а Бог, Он действует помимо нашего вот этого убеждения, как бы даже порой, помимо нашего вот суеверия всякого. Знаете, Он от нас не требует огромной веры, вот, для чудес своих, в общем дело. Он удивляет нас тем, Господь, что не требует от нас, знаете, как вот в разных там религиях существует такая практика, допустим, религиозная такая, что нужно достигать очень там высот таких духовных таких, надо как бы быть таким гуру, быть таким просветленным, там, значит, там, медитировать, там, годами, десятилетиями. В разных религиях есть разные традиции, очищение, очищать себя, значит, там, и больше, и больше. Это есть тоже в христианстве, с одной стороны, но, с другой стороны, истинное евангельское христианство, библейское мыслящее, оно, будем так говорить, совершенно иное, абсолютно иное. Бог суверенный, и Он действует действительно по Своей великой любви к нам, и в нас, и через нас, верующих. Я Богу хочу всю славу воздать, действительно, я знаю, что Он совершает чудеса, разъясняя этому миру, как бы, свою любовь, демонстрируя этому миру свою любовь. Каждый раз, я не знаю, это происходит в жизни, наверное, каждого человека, больше или меньше, просто многие чудеса эти не замечают, или пытаются их не заметить. А те, кто сталкиваются напрямую с этими чудесами, пытаются не думать об этом, значит, я разговаривал, допустим, с медиками некоторыми, которые чудеса видели. Вот, у них очень простое решение было, знаете как, не думать об этом, просто после работы, значит, коньячку себе, значит, потом, значит, там, водочки с друзьями и все, и пьянством забить мозг, чтобы не думать об этом. Просто, понимаете ли, раз это я не могу объяснить, понять, все, я просто заливаю себе мозги алкоголем. И большинство врачей, так скажем, так поступает, большинство врачей так поступает, хотя напрямую сталкиваются с явными божьими чудесами. Но это противоречит советской науке, в которой выросли все наши врачи. Наша медицина, она больше все-таки постсоветская, она строится на материалистическом воззрении, понимаете ли. Она смотрит, современная медицина наша, смотрит на человека, как на таблицу Менделеева, как на химию, физику, но не как на душу. Допустим, вот в Штатах молился я, в госпиталях. Был и в христианских госпиталях, правда, но чаще служил я в нехристианских госпиталей. В Сен-Сенате там большой госпиталь, значит, Агайош, и там, ну это не христианские, это просто обычные государственные, ну это как бы, там я был в отдельном христианском госпитале адвентистов, но это была отдельная история. А это обычные госпитали совершенно. И когда объяснили там, значит, вот внизу, что пришел молиться, да, значит, и со мной были еще братья, будем молиться, все, нет проблем, абсолютно, пускают везде, по всем этажам. Даже сказали нам, что там есть на каком-то этаже, там есть русская медсестра, думаю, вот еще лучше даже, она может как бы разъяснить. Правда, она оказалась узбечкой, значит, и, ну, как бы русская, да, ну все русские считаются там, да. Значит, она узбечка, правда, значит, и она по-русски почти ничего не знала вообще. Вот, ну на таком бытовом уровне, моя-твоя могла что-то сказать, значит, вот. Ну, она была очень рада нам все равно, значит, да, значит, ну, она свой узбекский это плохо знала. Она, фактически, значит, ну, всю жизнь прожила уже в Америке, значит, узбечка просто как бы по культуре, по традиции, как бы все. Ну, родители ее, да, они там русские более-менее знали о нас, так пояснила нам. Вот, и, в общем-то, ну, на всем этажах молились, вот, значит, и терапия, это интенсивная терапия, реабилитация, реанимация, реанимация. У нас даже родственников и то скрипя сердцем пускают. А там мы вообще чужие пришли люди вообще, там, что за русская мафия такая явилась такая, батюшки пришли, значит, ну, я в рясе был, значит, ну, пожалуйста, в реанимацию пускают, молимся, там спасают этих людей. Ну, самое интересное, представляете, я заметила реакцию врачей, мне она была очень интересная, я понимаю, администрация разрешает везде молиться, если с молитвой, да, пришли, но самое интересное, вот, врачи относились к нам, вот, к молящимся, там были протестантские, были служители, да, я один в рясе там стоял, значит, вот, значит, и молились, и они относились к нам, как к коллегам, то есть, мы боремся за одни и те души, просто они борются больше с помощью физики и химии, значит, и того, что они знают, а мы боремся духовно, но все, мы все, понимаете, очень интересно, они понимали, что мы боремся за ту же самую душу, вот, совсем другая культура, мне это только очень понравилось, думаю, дай Боже и у нас пробуждение, что было такое духовное, перемена сознания такая, что человек, это не просто химия и физика, не просто таблица Менделеева, не просто физиология, это душа, что это все гармонично на самом деле, страдает, для них, все тело страдает вообще, это все взаимосвязано в человеке вообще, абсолютно все, слава Богу, пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья, пусть сегодня Бог совершит чудо, и вот спящие, спящие духовно, пусть пробудятся, мертвые духовные мертвецы, пусть воскреснут, Аминь. Ну а также Бог нас побуждает молиться, вот видите, и исцелять больных, очищать прокаженных, мертвых воскрешать, совершать эти чудеса, для чего? Чтобы этот мир знал, что этот мир не брошен, не покинут, что Бог с нами во все дни до скончания века, что Бог среди нас, что Бог живой, что Бог не просто он где-то там на Альфа Центавра и обещался вернуться, нет, что он здесь, среди нас, это вот и песня, что мы спели в начале, мне очень понравилась, я слышал ее где-то уже давно уже, со сборника тоже, да, вот, песнь возрождения, значит, и что мне понравилось, что вот именно там утверждение, что, как там поется, небо там, где Христос, когда Христос меня крестил, да, вот, вот, да, значит, что небо там, где вот Христос со мной, да, и когда Иисус родился, то исполнились пророчества ведь, и вот одно из первых пророчеств, описанного у Матфея, что Дева родит, да, сына, и нарекут ему имя Эммануил, Эммануил, и переводчики переводят обычно с нами Бог, но, дамы и господа, братья и сестры, дело в том, что, вот, я вам скажу, таинство имени, его же назвали не Эммануилом, да, его назвали ведь Иешуа, Иисусом назвали, да, его, Джизус, да, но, почему Эммануил, Эммануэль, Эммануил, почему? Потому что переводчик переводил как с нами Бог, Эль, да, Эль это Бог, или Ил, или Эль в еврейском, вы говорите, но есть слово Эмману, но Эмману, это не просто с нами, а внутрь нас, сущий, растворенный в нас, есть другое слово для обозначения с нами, да, Субтитры создавал DimaTorzok